Артистам фронтовой бригад посвящается. Крутится-вертится шар голубой, Крутится-вертится над головой. Крутится-вертится, хочет украсть, Кавалер-барышню хочет украсть. Крутится-крутится, крутится шар, Сердце взлывает ухажать, Крутится, вертится, хочет украсть, Кавалер барышня хочет украсть. Где эта улица, где этот дом, Где эта барышня, что я влюблён? Вот эта улица, вот этот дом, Вот эта барышня, что я влюблён, Вот эта улица, вот эту, Вот эта барышня, что я влюблён. На неочередном пленании ЦК КПСС 23 декабря 1941 года было принято распоряжение, что все части Красной Армии, вне зависимости от их дислокации, обязаны разделить фронтовую жизнь вместе с работниками искусства. ПЕСНЯ 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 Вот как-то так и началась жизнь нашей вновь только что сформированной концертной бригады. ПЕСНЯ Дневник, театр, на фронте память, события, лица, сколько всего остается, сколько уходит. А ведь память такая вещь хрупкая, зыбкая. Хочется, чтобы она оставалась вечной. А если она вечная, то она очень зыбкая. Нужно, чтобы она была простой и ясной. Не нужно ее ни подделать, ни подкрашивать, но беречь. Итак, наша концертная бригада. Девчонки, какой же без них концерт. Сейчас я уже не могу вспомнить, кто из них что сделал. Ну вот, Юля Фокина. Фокина. Фомина. Наш комсорг занимался тем, что обеспечивала явку личного состава на репетиции, на концерты, на выходы. Постоянно читала великих и сочиняла сама. Будем как солнце, оно молодое, в этом завет красоты. Это же Константин Баймон. Баймон, ну не важно. Рыженька, цвет свежей морковки, которая везде вставляла свое слово и всегда танцевала, даже ночью. Генчарова. Молодцы. Слушай. Наш серебряный волшебный гоуц Анна Вишневская. Я, как и многие, был немного тайно в нее влюблен. И когда концерт заканчивался, бойцы охапками дарили ей полевые цветы, и наш общеконцертный быт наполнялся ароматами лета и уютной домашней атмосферы. Конечно, я уже не могу все вспомнить детально, но вот в целом представляю нашу бригаду как на фото. Начальство сидит, все остальные стоят. Впрочем, все начальство у нас мужчины, поэтому мужчины стоят, а девушки сидят. Наше начальство старейший работник театра раннего цеха. Ручинин Игорь Масович. Наш музыкальный гений, наш вундеркинд. Петр Рудий. Я его просто назвал Мотыльок и ваш покорный слуга. Ну, знаете, мне на память приходит все время один момент. Из моего самого раннего детства я иду с отцом за руку по Большому театру и все время чихаю. И тут появляется из-за кулис что-то невероятное, каких-то огромных размеров и скрывается в кулисах. Я с детства не терплю запах театральных старых кулис, поэтому я не узнал этого орликина. Мне кажется, что в этих старых театральных кулисах кроется все отжившее, ненужное, какое-то пыльное, которое кто-то зачем-то аринимирует. А жизнь ведь новая, насыщенная, яркая, она требует новых решений, форм. А мой отец режиссер и каждую неделю выпускает по-новому спектаку, нас почему-то называют ангардистами. Ангардистами, может быть, по всему этому я решил, что выберу армию, а не театр, стану военным. И вот я, строевой коего, командир Красной Армии, отправленный в тыл после тяжелой конкурсии в самом начале войны, пишу рапорт, за рапортом с просьбой вернуть меня на фронт. Наконец-таки просьба моя услышана. Их мне направляют сопровождающим офицером. И вот она, ирония, судьбы. По совместительству командиром, вновь сформированной концертной бригадой, с приказом срочно подготовить концертную программу и выпустить концерт. Творческие кадры собраны кто откуда, кто-то из глубокого тыла, кто-то прямо с передовой. Сборище клоунов, как тогда я решил, это был мой первый, вернее, наш первый совместный выезд на передовую. Итак, отразделение, выкружайся! За не полных четыре года на фронтах было создано около четырех тысяч фронтовых театральных труб. Более пятьсот тысяч раз артисты выступали перед концертами. Было сыграно более одного миллиона трехсот пятидесяти тысяч выступлений. Почти половина в условиях переборной обстановки. Приводи себя в порядок, становись. Товарищи бойцы, артисты, вы прибыли на фронт, находитесь практически на передовой линии. Вы должны понимать, что от вашей организованности, собранности и самодисциплины будет зависеть наше выступление. А также от этого и наступление наших гостей отставить. В нашем наступлении будет зависеть на выступление. Я хочу снижаться наше должное хозяйство, товарищ Пинден. Отставите разговорчики. Кто учил вас обращаться к старшему по званию? Представьте, как положено имя, фамилия, звание. Кто? Я? Я? Че? Моё? Или Пинден Владимир Павлович? Издеваетесь? Отнюючку. Сосруй! Подразделение остановись! Враня из мира! Кто? У вас тут главный? Да. Так. Всем вновь привыкшем. То есть, всем вам сдать срочно в порядке документы. Передавайте впереди стоящему. Правый крыль. Кто из вас служил? Я. В зенитчестве 1077-го артиллерийского зенитного полка Гончарова прибыла. Из госпиталя. Не прибыла? А здесь. Я. Встаньте в строй. Я. Отвечаем кратко. Кратко, четко на поставленный вопрос. И становится порядок с этапами на списке. Вишневская. Вишневская. Так. Хорошо. На карандаш. Гончарова. Гончарова. Я. Кручинин. Здесь. Старейший театрального церкви Кручинин Игорь Назаревич. Встаньте в строй. Вспоминат. Вспоминат. Здесь. Актриса театра «Веселый десант». Встаньте в строй. Встаньте в строй. Встаньте в строй. А вы кто был на счет? Петр Рудый. Сколько лет? Восемнадцать. Почему не в списках? Рубом. Откуда вы, друзья, Алексей Ильич? Закончил первую ленинградскую сколу музыканских воспитаний. Вот вы здесь, Зима. На чем играете? Бояна, фортепиано, аккордеон, гармония и... Хорошо. Разберемся в строй. Разберемся. Здравствуйте, Аккордеон. Здравствуйте. 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 Вы кто? Здравствуйте. Кто вы? Анна Вишневская, артистка музыкального театра. Я познакомился. Встаньте в строй. Итак, подразделение, доношу до вашего сведения. Я, ваш старший лейтенант Головня, назначен не только сопровождающим офицером, на данный момент, в связи с сложившимися чрезвычайными обстоятельствами, надеюсь, временно, вашим командирам. И поэтому, пока не будет высшим командованием решен окончательно этот вопрос, я ваш непосредственный начальник, худрук, или как это там у вас, называется я. Поэтому, будьте бойцами, не ведите себя как клоуны. А мы и есть клоуны в какой-то маньяке. Отставить! Подразделение! Служ команду! Объявляется учебная воздушная тревога! Внимание! Звучит команда «Воздух! Воздух!» Что делает, товарищи бойцы, когда звучит команда «Воздух?» Ищем укрытие! Укрытие справа! Ах, все, на столома! Укрытие слева! Отставить! Становись! Весь! Фирма! Лич! Ставь! Лич! Ставь! Я костюм, мой гостюм! Вас это не касается! Вы у нас костюм! Товарищи гражданин начальников! Мы артисты! Я вам не гражданин! Я! Будьте бойцами! Ведите себя, как положено бойцам! Вы в первую очередь бойцы! Вы должны уметь защищать свою родину в Ставе! Не только своим творческим порывом, но и... Товарищи... 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 Товарищи, дорогой... Дорогой товарищ! Скажите, пожалуйста, а есть варианты? Варианты чего? Варианты уважительного отношения к артистам! Понимаете, мы артисты... Вот мое оружие воздействия на врага — это голос! Понимаете, а он хрупкий! Голос! Помню, как в памятный вечер Подал платочек твой с плеч Как обещал и рож... Синий платочек, спите! Так, товарищи, товарищи, давайте я объясню Дело в том, что мы артисты Мы приехали на фронт, чтобы поднимать настроение, дух солдат И гордо нести звание советского артиста Вот именно! Поэтому встаньте в строй, представьтесь, как положено, кто вы! Я? Или мы? А! Фронтовые ли мы артисты? Друг бойцу и немцу враг! Наши островские вместо пухости! Не страшны огни, а там! Молодцы! Сообразили! Значит, и есть порох в поджилках Можете, когда хотите Хотите? Отставить! Ровесь! Миран! На месте! Шагом! Выш! Величонку! Завет! Ой! Фронтовые мы артисты! Друг бойцу и немцу враг! Наши островские вместо пухости! Не страшны огни, а там! О-о-о-о-о-о! О-о-о-о-о! Стой! Раз! О-о-о! О-о-о-о! Война идет. И кроме того, вы должны быть обратщиком дисциплины. На вас равняется боец Красной Армии. А вы... Слушай распорядок дня. Сейчас в срочном порядке начинаем подготовку к предстоящему концерту. С обязательным отбором и отсмотром мною ваших номеров в художественной самодеятельности. А кушать мое когда будет? Обед на месте дислокации. Далее по плану выезд на передовую с уже готовым концертом. Извините, пожалуйста. А где можно ознакомиться со сценарным планом, одобренным художественным советом ВТО? Для особо непонятных повторяю. Я ваш непосредственный начальник. Худрук. И... Без всяких там всесоюзных театральных обществ. Пойду. Товарищ старейщик театрального цеха. Слушаюсь. Назначаете соответственно за морально-психологический климат. Поэтому лишний раз держите рот на замке и не стройте глазки молодой бабушке. Ха! Стать второй. Есть. Мотылёк. Как? Руды. Руды. Назначаясь ответственным за самодисциплину. Юля. Я. Соберите списки. Кто что может. Умеет. Составьте программы. И срочно начинаем репетицию. Есть. Поймите, товарищи, артисты, выход у нас отсюда только один. Обойти Польшу. Взять Берлин. И сюрприз. Действуйте. И забейте себе на носу. Время про всё и на всё. У нас было ещё только позавчера. Вперёд. Так, коллеги. Я буду разобрать и не участвую. Нет, Анна. Давайте сейчас. Давайте поспокойём ещё. Всё, всё, всё. Прочима 15 минут. Пожалуйста. Давайте. Так. Валенька. Валенька. Давайте начнём с вас. Что у вас? Что вы? Ну, знаете, я немножко умею танцевать, но... Да, замечательно танцевали. Замечательно. Хорошо. Хорошо. Движа немало, полива. Игорь Владыч, у вас баян и грандиолог? Да, баян. Я поючий баян. Всё, хорошо. Допустала. По ещё. Анна Александровна. Понятно. Тут всё ясно. Так. А у молодых человек? Убирай на всех музыкальных инструментах. Почти. Прям на всех? Почти. На фортепиано. Пери. Молодец. Садись. А баян? Садись, садись. Функеры вы. Так. Анночка Александровна. У нас с вами получается музыкальный. Нам не хватает какого-то драматического кусочка. Если артист ничего не умеет. И мальчики кровавые в глазах. Вот-вот. Драматический артист не умеет ничего. Игорь Владыч, присядьте. Это Марис Годунов. Присядьте, пожалуйста, Игорь Владыч. Замечательно. Но это немножко не то. Не то. Немножко. Немножко. Буквально. Что-то какое-то рёбкое. Как бы вы в это били. А знаете, вот до начала войны у нас в театре премьера вышла. Островского своей любви сочтёт. Комедия. Я Олимпиаду в зону наиграла. Кого? Олимпиаду в зону. Это же мой любимый писатель. У меня Томик есть. Да. Замечательно. Олимпиаду в зону наиграла. Да. Только, понимаете, я... Да я все где, я связана с Сергеем Медведевым. Да я все где. А у меня такая шляска будет, представьте. Я постопаю. Смотрю, покажу. Все покажу. Игорь Владыч. Да. Вы что-то хотели рассказать. Стоит. Что такое создание фронтовой дела. Очень много мест нашей великой родины, где нет возможности создать полноценный театр. А ведь культура для того и нужна, чтобы человек через переживания духовно рос. И только в познании, искренней, в чем-то наивный театр сможет дать зрителю правильное переживание. Да, 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 слушаю. Заслушаю вас, Игорь Владимирович. Что? Что? Вы хотели что-то рассказать? А-а-а! Да! Да, 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 да. Значит, в девятнадцатом году, мне было двенадцать лет, я был беспризорником. И вместе с такими же хламонами, как я, влез по пожарной песнице на самые корни Большого театра. Там уже сидений нет, там только парабет. И вот представьте, значит, смотрите, вот зал, да, зал. Посмотрите, да, зал Большого театра. Вот сцена Большого театра, да. Мы сидим с правой стороны на самой верхотуре. Вот. И в это время шалятый поёт Бориса Годунова. Он стоит здесь на самом сцене. И в глубину туда поёт. И мальчики кровавые в глазах. В это время вся наша сторона, все наши хламоны кинулись где, что. И вся правая сторона до первого яруса повернула голову и стала искать этих мальчиков кровавых в глазах. Какие люди, Владимир Владимирович? А уже тогда? Двенадцать лет было. Что сейчас? Послушайте, старейший работник театрального цеха. Шагом Маши репетирует. Есть, есть, Маши. Вот тебе театр. Концертно-фронтовая бригада артистов собрана. То, откуда, как попало разных жанров школ, направлений, умений, неумений. И сценическая площадка. Пенёк посреди поляна и арт обстрела. Ни крыши, ни стен, только ветер, снег и дождь. Это уже ничего не важно. Потому что сидят на тебя и смотрят сотни глаз дорогих твоему сердцу бойцов, для которых, может быть, этот концерт, это твоё выступление будет последнее в то, что они увидят в своей жизни. Артисты! Да! Юля! Таша, 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 извините. Вот список, который вы просили. Что у нас? Островский? Островский. Вмечательный. Инициалы только перепутаны. Не Анна, а Николай Алексеевич Алтар как закалялся. Нет, 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 это другой Островский. Это Александр Николаевич. Это пьеса, комедия «Свои любви сочтёмся». Отрывок. Отрывочек. Ну, давайте вашу комедию. Так, ребят, ребят. А вы являетесь. Островский «Свои любви сочтёмся». Островский «Свои любви сочтёмся». Олимпиада Самсоновна, Олимпиада Самсоновна. Но, кажется, вы мной внушаетесь. Скажите хоть одно слово, позвольте вашу... Что? Вы дурак, необразованный. За что вы, Олимпиада Самсоновна, обижала? Обижать, извольте. Я вас слушать не желаю. Клибо были учтивы, кавалер, вы видите, что не за какие-то сокровища я до вас не пойду. Вы должны были бы отказаться. Это как вам будет однос. Насильный, мил, не будешь. Только я вам вот что доложусь. Я вас слушать не желаю. Если бы не вы, я бы вышла за благородного. За благородного благородный-то бесприданного не возьмёт. Как-то бесприданного. Что благородиться-то? Вот смотрите. Вот, капитан, вот. Вот. Тряпки-то-с. Благородному тряпки не нужны. Благородному день. Надо. Что ж, тятенька, и день. Хорошо, как даст. А когда это нечего. Выйти, делай-то, тятенька, но не знаете. А я их очень хорошо знаю. Тятенька, это ваш банкрут. Что вы, огородите? Как банкрут? То вы что? Что, глупее себя, что ли, нашли? А дом? А лавки? А дом-то и лавки, Моис. Ваши? Ваши! Вы что? Глупее себя нашли? А я купил, тятенька. А где документ? А вот у нас законные документы вообще-то есть. Вы что, у тятеньки купили? Купил. Где же вы денег взяли? Денег. Денег у нас, слава богу, побольше, чем кублагородного. Ой, ой, ой. Что это не случилось? Расмесывали, расмесывали. Стоп! Стоп! Стоп, товарищи бойцы. Какой жанр исполняете? Комедия. Ну так играйте в комедию. Что вы сопли жуете здесь? Развели. Что вы стоите, как пилёк стекла, до сих пор не выучили? Что вы не усыпели? Вы артист или нет? Ну что? Отвечайте. Да но... Он кто? Да он не артист, он. Он текст читает. Смотрите, первый раз. Он музыкант. Как он вообще сюда ковал? А, музыкант? Вы же сказали, что умеете на всём играть. Ну-ка, давайте, быстро, быстро. Как у вас там, откомните? Вот и видим, что это называется. Давайте, чтобы весело было. Весело, весело. Так, уснулся, ей-богу. Давайте. Я побросаю тет. Давайте бумажку. Вот, вот, вообще... Чтобы выручено всё было. Спектаклю. Так. Где? С места не сядет. С места не сядет. Подождите мои сначала слова. Ну давайте, давайте скорее. И давайте, весело так. Вот. Так. Да где вы так на свадьбу говорите? А потом и обманите. А с места не сойти, Олимпиад Замзамвана. А наде мы хочу быть. Мы в корректном ряду купим, распишем на потолках райских птиц. А вот разрисуем. Сирена, купим он. Взять. Давайте, 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 давайте. Не рисуем. А вот разрисуем. Так. Ух, чёрт. Какая-то буржуазная ерунда получается. Бегают какие-то маленькие человечки, тараканчики, решать свои мелкие буржуазные проблемы. Каким должно быть искусство у нас? Актуальным, честным, правдивым. Самое главное, что? Высокая сверхзадача. Вы тут понимаете. Встаньте сюда. Смотрите на себя. Вот вы. Вы, пипавка, корчанин. Так и поставьте Николая Островского. Тоже Островский. Но другой, как закалялась. Вот вы, корчанин, вы это, как её. Да не важно. Юля! Юля! Быстро бойцам текст. Как закалялась дать. Помните там, как было? Нужно жить так, чтобы не было мучительно, больно, за бесцельно прожитые годы. Чтоб не мучил позор мелкого прошлого. Понятно? Действуйте, репетируйте. Ориентируйтесь на Маяковского. Чтобы за душу брало и выворачивало. Как там у вас? Не взрывается бомба и имя. Стоять! Сюда! Вернулись все! Ленин! 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 Вот так. Вот и сделайте, чтобы за душу брало. «Борец!» «Борец!» КОНЕЦ КОНЕЦ Что за произведение? КОНЕЦ КОНЕЦ Ну вот, видите, немец, а не фашист. КОНЕЦ Юля, придумайте, как это все нам правильно назвать. Идите, репетируйте. Что следующее? А, так следующее стихотворение. Вот, да, вот, товарищ Дашихтинов. Следующее стихотворение. Ой, простите, простите, простите. Давайте, приемлемо, давайте. Алексей Юлия Фомина, Александр Милов. Зовейте сюда. Я читаю Александр Милов. Хорошо, читайте. Наизусть помните? Да, да, да. Молодец. Давайте. Александр Милов. Поросята. Весной поросята ходили гулять. Счастливей не знал я семьи. Хрю-хрю, говорила довольная мать. А детки визжали. Но самый визгливый из всех поросят сказал им. О, братья мои. Все взрослые свиньи. Хрю-хрю, говорят. Довольно визжать нам виви. Послушайте, братья, как я говорю. Чем хуже я взрослый свиней. Бедняжка. Он думал, что скажет. И что? Что ж так говорить? Договорились. Но жалобно вивнуло. Хрю-хрю. 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 Вы дослушайте, там чуть-чуть осталось. Там смысл. Чуть-чуть. Дослушайте до конца, пожалуйста. Вы уверены? Абсолютно. Давайте. Мой мальчик, тебе эту песню дарю. Рассчитывай силы свои. И если сказать, ты не можешь. Хрю-хрю. Бежи. Не стесняйся. Уиви. Сердце. Правда. Так точно. Если вы решили нас познакомить с животным миром, И хотите, чтобы в сердце врага, Возьмите Максиму Горького. Песни о буревестнике знаете? Над седой равниной морем. Вот и давайте, как в сердце врага. Ветер тучи собирает. Что там между тучами и морем? Гордо реет что? В буревестнике. Черной молнии. Подолк. Подолкный. Он стрелой в море. Он стрелой. Мне надо тет повторить старшим. Идите повторяйте тет. Тет. Слышат радость смелым крики птицы. И гагары тоже стонут. Стоять! И гагарам недоступно От заслаждения битвой жизни. Гром ударов их пугает. Только глупая и в пинге Робко крячит тело жирное утес. Что вы здесь делаете на сцене? Товарищи бойцы, почему не репетируете? Репетируем. Репетируем. Репетируете? Да. Давайте показывайте, что вы репетируете. Репетируем. Репетируем. Слышишь. На солнечной поляноте Поводает антаж. Антачка отеля И гадает рупань. Что это случилось? О! Вы знаете что? Давайте я попробую юмором Убить врага. Показывать фокус. Фокус? Да. А, фокус, пока мы быстро, сейчас, ага, 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 сейчас, ой, что-то тут крупные, сейчас копеечку, 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 все видят копеечку, да, копеечку кладем в левую руку, в левую руку, вот, где копеечка, я же при вас положу, ну, что вы, так, где копеечка, в левую руку, совершенно верно, очень правильно, все решено, значит, теперь я тоже копеечку кладу в левую руку, да, в левую руку кладу копеечку, да, но сейчас надо подышать, дышите крепко, дышите сильно, и тоже задних рядов тоже диафрагмой, диафрагмой, пожалуйста, да, включаем диафрагму, очень полезно, очень полезно, пожалуйста, диафрагму, диафрагму, да, дуем, все дуем сюда, да, все сюда, дуем, 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 Сейчас одну секундочку, процесс пошел Так, теперь я должен подуть Теперь идут пасы Без пасов ничего не получится Ум, пауз, пейс, пейс, пейс Я ничего не знаю И мы все-таки приготовили наш концерт Мы сыграли его с таким азартным С таким творческим огоньком Что никогда в течение мирной жизни Такого творческого вдохновения я не испытывал Случалось часто, что мы играли концерты И по 10 раз в день подряд Но мы их играли от всей души И с полной отдачей Потому что мы их играли Во имя мира Во имя жизни Во имя нашей победы А теперь концерт Вновь сформированной концертной бригады Дорогие товарищи борьцы Сейчас перед вами выступит Ансамбль десантистов С песнями, с плясками Сказками, рассказками ПЕСНЯ, СПОКОЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИИ ПЕСНЯ, СПОКОЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИИ Клён зелёный, лист резной, Размучённый и влюблённый предковой. Клён зелёный, да клён пудрявый, Да раз пудрявый резной! Чавелла Рамаде! Браво! 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 Чёрная туча, чёрная туча, Чёрная туча тучится, От фашистских палачей Да вся Европа мучится. Гармания, Гармания, Гармания! Всё, я под мостом, Поймали, китлер с хвостом! Браво! Готен, Марган, готен так! Бьем мы это так и так! Ты есть русичство, Петрушка! Моя твоя не будет немножко пук-пук! Чик-чик! Хэндикох! Еще раз кукнуть, пожалуйста! О! Твоя! Моя! Не понимай! Моя твоя, сказай! Хэндикох! Руквер! Штаны на мяу! О! О май го! Мои фашистовые штаны на Европу суеты! О! Матка-яйка! Шпики-млепо! Млепо-млепо! Шпики-млепо! Мои штаны летят далеко! О! Мои фашистовые штаны на Европу суеты! О! Мои! Мы задали перца! Победили Слава немца! Послав, как мы задали перца, победили злого немца. И не спрятать их в золотых, и не туда, и не сюда. На советке даравай, и в кольцах не раздевай. Догадаться можно сам, что получишь по зубам. Эх, яблочко, и наливается наша Русь на врагах. Поднимается! КОНЕЦ В те дни, когда война гудела, сумел забыть слова и делал дело. КОНЕЦ В советской сцене везде, не тот, шипящий о конце культуры. КОНЕЦ 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 Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать, Но вы к моей несчастной доле хоть каплю жалости, Краня, вы не оставите меня. Омегин, я тогда моложе и лучше, кажется, была, И я любила вас. И что же, что в сердце вашем я нашла? Какой ответ? Одну суровость? Неправда и вам была не новость, смиренная девочка. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали никогда, Когда б надежду я имела хоть редко, Такать в неделю раз в деревне нашей, Видеть вас вам слово моллить, И потом все думать, думать об одном, И день, и ночь, до новой встречи. И нынче, Боже, стынет кровь, Как только вспомнил взгляд холодный, И эту проповедь. Но вас я не винен. В тот страшный час вы поступили благородно, Вы были правы предоставлены. Я благодарна всей души. Зачем вы посетили нас в глушезабытого серебра? Я никогда бы не знала вас, Души неопытной волнения, Смиряясь со временем, как знать, По сердцу я нашла бы друга, Была бы верная супруга И добродетельная мать. Тогда не правда ли в пустыне, Дали от суйной молвы, Я вам не нравилась? Что ж ты, Меня преследуете вы? Другой, Нет, никому на свете Не отдала бы сердце я, То высшим суждено совет, Ведь эту волю неба Не твоя. А счастье было так возможно, Так близко, Но судьба моя пошлешена, Неосторожно, Быть может, поступила я, Меня слезами заклинаний молила мать, Для бедной Таней Все были жеребия равны. Я вышла замуж, Вы там, Я вас прошу, Меня оставите. Я знаю, В вашем сердце есть И гордость, И прямая честь. Я вас люблю. К чему лукаю? Но я другому отдала. Я буду век Ему. Она ушла. Стоит Евгений, Как будто громом поржел. В какую бурю ощущений Теперь он в сердце погружен, Но шпор внезапный, Звон раздался. И уж, Татьяне показался, И здесь героя моего В минуту злую для него Читатель Мы теперь оставим. Надолго? Навсегда. За ним довольны мы путем Одним бродили по свету, Поздравим друг друга С берегом. Ура! Давно. Не правда. Пора. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Восмеять семья вертикаловую, Мальчишки начали любить семнадцатикаловую. Любленный и корова! Мне безлюбимый белый свет не мил, В ее глазах моя любовь и счастье. Букет цветов я милой подарил, Пусть примет он в судьбе моей участие. Но бросила она в окно букет. Наверное, я не дорог черноброва, Смотрю, мои цветы жует корова. Мне от стыда теперь спасения нет, Корова ест цветы. А то и порою парнишка весь досадой кипит, Его откачая головою. Ну, корова, человеку говори. Напрасно горячишься, толку мало. Присядь-ка ты, послушай не спеша. Когда бы молоко я не давала, Была б она так хороша. Она свежая, румяна, За счет моей сметаны. Какие ручки пухлые у них, Как вешняя заряна румяна, А зубы молока бежит. И тихшему влюбленному сдается Права корова. Разве ей легко? Ведь на лугу весь день она пасется, Чтобы под вечер дать нам молоко. Утешился парнишка. Этим летом Цветы он в лисе речушки собирал, И к девушке своей Спешил с букетом, И все цветы Коробе отдавал. Уж так быть, Буренку угощаю, Иной любви нет. Не желаю сам. Я счастлив от того, Что, дорогая, Пьет молоко С любовью пополам. Спасибо. Привет. Привет. Молодой в палке Корчагина, Из романа «Как заскалялась сталь». Рука его нащупала, В кармане плоское тело браунинга. Пальцы привычным движением схватили рукоять. Медленно вытащил револьвер. Револьвер. Кто бы мог подумать, Что ты доживешь до такого дня? Дула презрительно глянула ему в лицо. Павел положил револьвер на колени И злобно вырубался. Все это бумажный героизм, братишка. Шлепнуть себя каждый дурак Завсегда сможет и во всякое время. Это самый трусливый и легкий выход из положения. Трудно жить. Шлепайся. А ты пробовал эту жизнь победить. Ты все сделал, чтобы вырваться из железного кольца. Ты забыл, как под Новоградь Волынским 17 раз в день. Вот так уходили, взяли такие, взяли такие наперекор всему. Спрячь револьвер. И никому никогда об этом не рассказывай. Умеешь жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай ее полезной. Папочка. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Холодными вечерами, в открытых платьях, но мы не чувствовали холода, согретые бурными реакциями нашего грандиозного зрителя. Особенно было бойко, когда во время спектакля раздавалось «Рода, строись! На выход!» Бойцы уходили, часто не досмотрев нашего концерта, и зная, что они не вернутся. «Рода, строись! Становись в подразделение! Подразделись!» Кто-то что-то хотел сказать? «Да, я... Я все-таки скажу. Когда бойцы уходили в бой, они верили, они знали, что тогда они идут в бой за этот мир. Наши свои народы не сломит никто». «Да если еще такой народ, у которого душа такая хорошая...» «Не могут всех фашистов побить, а потом и песен побеть!» «Отставить разговорчики налево! Направо! Во! На месте! Шагом! Урш!» О походах наших, о боях с врагами Долго будут люди песни распевать. «Отставить в кругу с друзьями, часто вечерами» «Этими когда-нибудь мы будем вспоминать» «Об огнях пожарища, о друзьях товарища» «Где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить» «Вспомню я пехоту и родную роду» «И тебя за то, что ты дал мне закурить» «Давай закурим, товарищ мой, давай закурим товарищ мой» «Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай» А когда не будет фашистов и в повине, И к своим любимым мы придем опять. Вспомним, как на Запад шли по Украине, Когда-нибудь мы будем вспоминать Об огнях, о пожарищах, о друзьях, о товарищах. Где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить. Вспомню я пехоту и родную роту, И тебя за то, что ты дал мне закурить. Давай закурим, товарищ по одной, Давай не будь, товарищ мой. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Давай все вспомним, дай еще. Когда мы забываем, все повторяется. Мне кажется, здесь можно, даже нужно, обойтись без фанфара. А я, когда выхожу на сцену, всегда вспоминаю тех артистов, Ведь они же знали, что последующие поколения более светлые, более правильные, более честные. И они шли умирать. Наш спектакль посвящен нашим товарищам, артистам, кто не пришел, не дошел, не дожил. Об артисте на фронте, о художнике на войне. Мы все-таки верим. Мы верим. Лишь бы не забыли, лишь бы не извратили. В память всех артистов-фронтовиков объявляем минуту молчания. Звучит музыка. Звучит музыка. Спасибо. Ну а теперь самый пакет. Поклоны. Представьте, что мы где-то там большим премьерам. Аплодисменты. Два, три, два, три. Браво! Давай не будем, товарищ мой. Давай закурим, товарищ подновый. Давай закурим, товарищ мой. А другое сделение. Налево. За направляющased вперед шаром. Айч! АПЛОДИСМЕНТА Давай закурим, товарищ родной Аплодисменты театра, грантинги Ольги Гердольф и Лазарь Вичвячин, старейшая работник театра, Галина Микланова, Аплодисменты театра, грантинги Ольги Гердольф и Лазарь Вичвячин, старейший лейтенант Николай Плочьев, художественный руководитель театра драмы имени Ольги Гердольф, Анна Загребнева. Мы благодарим Анастасию Олеговну за то, что она предоставила эту удивительную площадку, и нам всегда здесь очень тепло, светло, вкусно, и, честно говоря, такой спектакль у нас еще всех восьми ни разу не было. Можно сказать, что сегодня рождение нашего спектакля, правда? Не знаю, не знаю, понятно, все понял, и подразделение равнать. Поликолады. Подразделение равняйсь, смирно, направо, за направляющим шагом, на следующий спектакль. Спасибо. 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 Спасибо.